всем привет добро пожаловать на канал втнт с вами как всегда я вова тишевский и в моих руках смартфон от бренда realme realme c11 это недорогой я бы сказал так что прям вот очень бюджетный смартфон от этого бренда стоит он в украине 3000 гривен на переводе по курсу доллара это получается 110 долларов что же мы получаем за эти 110 долларов которые просит компания у нас в украине в этом видео я как раз об этом вам и расскажу данный смартфон я смог протестировать и рассказать вам о нем благодаря интернет-магазину citrus поэтому если вы живете в украине и хотите приобрести realme c11 то конечно же обращайтесь в citrus ссылочка находится в описании давайте вкратце немного пройдемся по внешнему виду пластиковый корпус с рифлением также есть такой небольшой элемент дизайна камера в стиле iphone 11 pro на правой грани регулировка громкости кнопка включения на левой лоток для sim-карт на верхней части ничего нет а вот в нижней части есть и динамик и разъем для наушников и питание зарядки и разговорный микрофон все это дело имеет достаточно внушительные размеры ведь размер экрана у данного смартфона 6 половиной дюйма а вес данного смартфона 196 грамм экран очень даже неплохой как для своего ценового бюджета и можно немного даже добавить яркости вы видите и минимальная яркость в принципе также весьма минимально экран хоть hd но из от его размера хочется его немного отодвигать подальше и из-за этого не видишь пиксели также вы можете заметить что у смартфона не очень-то большие рамки слева и справа так и в нижней части есть вот небольшой такой подбородочек но благо компания здесь не разместила никаких логотипов и соответственно подбородочек получилось немного уменьшить на верхней части камера фронтальной виде капельки здесь еще есть сверху динамик что касается интерфейса то тут есть несколько нюансов после того как смартфон полежит просто вот так вот полежит выключенный буквально там 15-20 минут он уходит в какой-то глубокий сон и после этого включая девайс он работает медленно но вот сейчас видите прошла одна минута и все очень быстро разблокировалась и мне это не сильно нравится но я понимаю что здесь бюджетное железо и соответственно ну говорить чтобы прям вот смартфон летал ты от разблокировал все улетел в космос нет конечно же есть некоторые лаги по интерфейсу у меня есть такое впечатление что здесь процессор как паровоз и когда ты его раскачегари что все работает круто и но поезд едет быстро так же само и здесь также стоит обратить внимание что смартфон имеет темную тему которая легко переключается на белую тему светлый режим и работает смартфон на базе самой последней версии android на сегодняшний день android 10 сверху оболочка one ui версия 1.0 смартфон имеет 8 ядерный процессор helio g35 который выполнен по 12 нанометровой технологии 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной памяти этой мощности и производительности хватает чтобы в принципе работал вот смотрите как до подвис только что интерфейс мощности хватает для того чтобы играть в такие игры как brawl stars майнкрафт я сюда ставил танки также я сюда ставил еще по мобайл но к сожалению они не очень то хорошо здесь идут они идут здесь на минималках и так как здесь мало памяти я решил убрать эти игры и оставить те которыми играл самой ребенок то есть все чаще всего он игрался brawl stars и майнкрафт и давайте посмотрим вот сейчас мы даже зайдем в аккаунт ребенку надеюсь что он сейчас не играет его не выбьет или меня не не пустит в игру сейчас мы проверим так вот видите я зашел в аккаунт моего сына и у него тут видите всякие разные кубки и даже ему попался какой-то очень крутой герой но я в этом к сожалению не разбираюсь по моему то вольт называется в общем не они промыли мозги про это дело но как для ребенка этот смартфон в игровых возможностей вполне себе приемлем то есть он тянет все его нужные игры потому что по мобайл и танки он не играет кстати тоже такой интересный нюанс некоторые подумали бы что смартфон большой для ребенка но вы знаете мой ребенок спокойно справляется с данным смартфоном по сути он заменяет ему планшет да конечно ходить там в школу в кармане с данным смартфоном не особо то получится его нужно как-то выносить в рюкзаке или в каком-то чехле или в бананке но тем не менее вот из-за его размера экрана удобно им пользоваться и для просмотра также контента например вот сейчас один из сыновей моих также выложил видео два часа назад про brawl stars мы будем продолжать тему brawl stars и смотрите как можно смотреть контент на данном смартфоне видите сейчас немного обрезаны края но мы вот так вот растягиваем и получается так что данный контент на весь экран в максимальном разрешении и вы видите то есть можно спокойно приятно смотреть контент что касается динамика основного и его возможностей то конечно динамик здесь не очень-то качественный но в приемлем опять же для просмотра видео для прослушивания музыки не очень требовательным пользователям то есть я бы сказал так что сопоставим ценовой категории вы знаете данный смартфон я ассоциирую с каким-нибудь redmi 8 а и сказать что данный смартфон хуже чем redmi 8 а я точно не могу сказать он даже в каком-то определенном плане мне нравится больше нежели redmi 8 а поэтому тут нужно смотреть то что нравится больше потому что в том же самом redmi 8 а стоит полкомовский процессор здесь стоит mediatek и это самый как бы новый свежий медиатек и некоторые все-таки люди отдают предпочтение медиатеку поэтому я не буду особо прям критично высказываться по поводу redmi 8 а или данного смартфона то есть оба смартфона имеют как свои плюсы так и недостатки камеры у данного смартфона 3 2 основные это на 13 и на 2 мегапикселя и фронталка на 5 мегапикселей записывают они видео в full hd и имеет несколько режимов ночной видео режим портрет режим а также есть pro expert но он предназначен непосредственно только для фото не для видео также я сделал ряд фотографий и видео на данный смартфон для того чтобы можно было бы показать вам что из себя представляет данный смартфон и предлагаю прямо сейчас посмотреть тесты фото и видео и потом в комментариях оценить и сказать как вам данный девайс и 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 снимая тестовое видео на рилме c11 на улице давайте посмотрим как качество съемки но качество 1080 но вам то нужно видеть картинку потому что 1080 1080 рознь и так давайте посмотрим мой кто тут у нас мой мама кто это дик кто убежал и малыш так давайте сейчас немножко пройдемся посмотрим типа стабилизацию которые наверняка здесь нет но тем не менее посмотрим облакам которых тоже нету были на стабилизации нет облаков нет что здесь вообще есть не но вообще неплохо на экране смотрится более-менее неплохо снимаю тестовое видео на realme c11 на фронтальную камеру на улице давайте посмотрим на снимочки кстати тут сейчас вот идет еще и фоновый такой шум как раз можно посмотреть на шумоподавление послушать вот еще дополнительно вот блин ну вот это вертолет 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 забирай меня собой в полет ну такое качество фронтальной камеры на realme c11 на улице что скажете пишите в комментах ну и качество звука тоже пишите в комментах какое качество звука хорошая не хорошая средняя отстойная в общем как то так данный смартфон имеет аккумулятор 5000 миллиампер и скорость зарядки 10 ватт я где-то 1 5 заряжал его оригинальным зарядником заряжается он около двух часов может быть даже немножко меньше при 5000 миллиамперах смартфон заряжается приблизительно около двух часов то есть иногда бывает по-разному то есть все равно стараешься не ставить его на там когда 0 про или один процент заряда ставишь его когда там 5 7 процентов заряда то есть приблизительно в диапазоне двух часов заряжается данный смартфон через 10 ватный зарядник итак друзья давайте будем подводить итог realme c11 как по мне очень даже неплохой смартфончик из того что мне понравилось данном смартфоне это экран это возможность поставить две сим-карты и карту памяти одновременно ну и то что данный смартфон стоит относительно небольших денег конечно будет вопрос а какие есть еще варианты за эту ценовую категорию у других брендов у самсунга есть samsung galaxy m01 и а01 у сяоми есть еще в продаже redmi 7 а а также redmi 8 а при том что уже вышел redmi 9 а но redmi 9 от подороже данного девайса также есть конкуренты и у huawei поэтому если вы выбираете между брендами и какой лучше взять то я бы все-таки рекомендовал сходить в магазин пощупать тот который нравится больше и тогда уже принимать решение о покупке на этом я буду заканчивать свое видео спасибо вам большое за то что смотрели актуальные цены на данный девайс ищите в описании всем пока до скорых встреч в новых видео